Так случается очень часто, что видишь, люди умирают. И молодые, и пожилые, и дети. Все здесь. Вот видишь, мы сюда приехали для того, чтобы посетить эту могилу. Ты знаешь, кто здесь лежит? Нет. Здесь лежат мои бабушка и дедушка. А почему этот памятник в виде скалы? Потому что бабушка и дедушка родились в Армении. Там очень много гор и скал. Поэтому мне хотелось, чтобы они чувствовали себя здесь, как на своей родной земле. Давай положим цветочки к ним на могилу. Мой дед, человек, который для меня стал главным человеком в моей жизни, наряду с моей мамой. Сделал все, чтобы я осознал себя армянином. Он всегда мне говорил, когда-нибудь мы с тобой поедем в Армению. И когда я первый раз приехал в Армению, я был уверен, я знал, что мы приехали вместе. Благодаря моему деду я всегда помнил, что у меня есть историческая родина. Но, тем не менее, я, конечно же, русский человек, и для меня это не пустые слова. Я родился в России, я живу в России. А что за фотографии висят в детской? Ты помнишь, я обещал тебе рассказать историю нашей семьи? Да. Пойдем, я тебе и расскажу, и покажу. Это наша большая семья. А вот этот маленький мальчик в чепчике на руках у бабушки, это мой дедушка. Мы были сегодня на его могиле. Мой двоюродный прадед Атанас в 1915 году сыграл не последнюю роль в спасении нашей семьи. Семья должна была повторить путь очень многих армян, спасаясь от геноцида, сесть на пароход и отправиться в долгий путь, куда-нибудь во Францию. Но пароход сделал остановку в Крыму. И тогда отец Атанас предложил всем остаться у него. И они согласились. Отца Атанаса без преувеличения можно назвать спасителем нашей семьи. Он спас очень много людей во время революции. И тех, кто бежал от турецкого гнета из Турции. И тех, кто попадал в руки контрразведки и белогвардейцев. Он был очень добрым человеком, и его все очень любили. С некоторых пор для меня стало очень важным бывать в Армении часто. И это не только дань моим предкам. У меня появилась возможность участвовать в жизни этой страны. Я стал одним из отцов-основателей Дилижанской школы UWC Дилижан. До самого открытия школы я как-то внутренне переживал и нервничал. Мне казалось, что все будет гораздо сложнее. А сейчас, когда я приезжаю, я вижу, как дети со всего мира нашли здесь свой дом. Учатся у самых опытных педагогов, работают на самом современном оборудовании. И я понимаю, что эта школа могла находиться где-то в Соединенных Штатах, Великобритании, Германии, в любом месте. Но все-таки очень приятно, что школа нашла свой дом в Армении, в Дилижане. Каждый из них, после окончания школы, уезжая учиться в свои университеты, Каждый из них унесет с собой частичку армянского тепла, А значит, памяти о том, что дала им эта страна, что дали им эти люди. Ну, а теперь ты мне будешь рассказывать, кто это? Это я, моя сестра Настя, мой брат Ваня и моя сестра Алена. Моя задача сделать так, чтобы мой дед жил в сердце моих детей, чтобы он жил в сердце моих внуков, их детей и их внуков. Тогда живет семья, тогда существуют и живут ценности, которым нельзя научиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова